22 июня наша страна отметит 75-летнюю годовщину начала Великой Отечественной войны. На Пинщине первыми встретили врага и дали ему отпор не воинские части, а партизанский отряд под командованием Василия Коржа. Этому событию и посвящена выставка из фондов музея 75-й годовщине первого боя посвящается. Мы еще раз захотели напомнить жителям города Пинска учащимся о тех событиях. Собраны документы, которые хранятся в нашем музее. Собраны документы, которые передавали родственники. Сколько раз делал эту выставку, всегда в душе благодарен родственникам партизана Карасева, родственникам Эдуарда Нордмана, которые никогда не прерывают связь с городом Пинском. Ну, Карасева, они здесь живут. Эдуарда Нордмана постоянно приезжает с Москвы, навещает поляну партизанской славы, приходит постоянно в музей и каждый раз передает что-то новое. С начала работы выставки с ней успели познакомиться и взрослые, и дети. На встречах со школьниками и старший научный сотрудник музея Белорусского полесия Александр Аржиховский рассказал о становлении партизанского движения на Пинщине, о людях, которые внесли свой вклад в развитие этого движения. Началась страшная война, война была очень страшной, и она помогла проявить лучшие человеческие качества, самопожертвованность, мужество, героизм. В этот отряд, чем он интересен, который был создан у нас под городом Пинском? Тем, что вошли люди, которые верили в светлые идеалы коммунизма, любили свою родину, были патриотами. Достаточно назвать такие фамилии, как Василий Захарович Корж, Вера Хоружа, ее муж Корнилов. На выставке названы фамилии первых членов отряда Комарова. Название отряд получил попсевдониму Коржа. Представлены их личные документы, фотографии, прослежены их судьбы, как довоенные, так и послевоенные. В настоящее время установлены фамилии 28 участников первого боя под Пинском. Однако полные биографические данные некоторых людей до сих пор не удается найти. Люди могли отступить вместе с войсками, уехать в тыл. Но они понимали, что кто-то должен начинать первую партизанскую борьбу. Остались здесь. Условия были очень тяжелые. Достаточно привести такой пример и сказать, что было создано в нашей области очень много партизанских отрядов. К сожалению, большинство из них было уничтожено немцами. С начала войны именно пинчане организовали первый в стране партизанский отряд. Уже 28 июня 1941 года на въезде в город партизаны дали бой врагу, разбив немецкий авангард. В истории Второй мировой войны этот бой стал первым примером успешного вооруженного противостояния гражданского населения оккупантам-захватчикам. Главная цель выставки – напомнить живущим потомкам о той большой цене, которую заплатили наши отцы и деды за свободу и независимость белорусской земли, и о той высокой победе, одержанной ими.